Что ты сейчас делаешь? Знак вопроса. Парадоксально, но мобильный телефон, который, как говорят врачи, плохо влияет на здоровье человека, для Марселя Ибрагимова неотъемлемая часть жизни. С помощью него он прослушивает лекции и аудиокниги, а также общается со сверстниками, несмотря на все сложности, как может подстраиваться к жизни в мегаполисе. Я думаю, вот как хорошо живут на произрячей, которые могут просто посмотреть, они видят и внизу строчку, и наверху, то есть дробь, черту вот эту. А мы их не можем, нам приходится читать сначала, что написано наверху, потом на этой же строчке написано, что написано внизу, то есть по-зрячему. И поэтому даже в этом, то есть вроде бы мелочи для обычного человека, но однако же для самовидящего, для незрячего это большая проблема. Диагноз в четыре строки и целая папка рекомендаций врачей. Молодой человек говорит, что в списке лекарств и соцпакета подходящих ему медикаментов нет, а на лечение ему требуется дорогостоящие лекарства ежемесячно, это по 30 тысяч рублей. А ведь лишь для поддержки его здоровья. Воспитывала всегда одна его, он когда был между жизнью и смертью. Сам кислород поставили к лицу маленького марсельчика, как он только родился, с резиновой трубочкой, которая дула ему в течение трех с половиной лет. Вот этот кислород, конечно, он тоже повлиял на то, что марсель, к сожалению, практически ничего не видит. В прошлом году в Санкт-Петербурге врачи отказались делать операцию марселю. Они не гарантируют стопроцентного результата, пока назначили процедуры и дорогостоящие препараты. А вот ехать в Германию, где одна только консультация стоит около 100 тысяч рублей, семья не может. Где взять такие деньги, они не знают. Пока все-таки не рекомендуют операцию, но врачи говорят, конечно же, нужно продолжать лечение, чтобы сохранить хотя бы тот небольшой остаток зрения, который у меня сейчас сохраняется. Хотелось бы попросить добрых людей, если у кого-то есть такая возможность, помочь моему сыну. У Марселя сейчас есть только одна мечта. О ее исполнении он просит каждый год под бой курантов и задувать свечи на именинном торте. Взглянуть на этот мир своими глазами. Если у вас есть возможность и желание помочь молодому человеку, обращайтесь по телефону, указанному на экране. Александра Волкова, Роман Фенин, Телеканал Эфир.